мир вам дорогие друзья тема нашего сегодняшнего урока это гайд по использованию полировочных пост и также у нас сегодня с вами будет техника отработки полировки это особый технический прием который применяется для нанесения полировочных пост и полировочных римов и так напоминаю полировочная паста из себя представляет твердый воско жировой состав чаще всего это на основе терпентина значит подобного рода полировочные посты чаще всего выпускаются компаниями которые выпускают обувную косметику это я напоминаю тему предыдущего урока соответствующим образом значит она с вами полировочные посты служат отличнейшим средством придания яркого глянца методом полировки наиболее хорошо полировочная паста у нас с вами полируется конечно же на кростах вот но точно также полировочная паста с нас с вами имеется возможность наносить на покрытые галантерейные кожи но желательно это делать там где у нас с вами нету механического стирателя то есть чисто визуальный эффект они у нас с вами будут придавать вот на механическое стирание действует не очень хорошо ну и точно так же у нас с вами соответственно водоотталкивающие эффект ну достаточно хороший но не глубокий полировочными постами можно пользоваться достаточно просто вот у нас с вами есть несколько видов полировочных паст ну в данном случае на сами полировочные пост торговой марки сапфир вот это полировочная паста эмерал и полировочная паста pata deluxe можно использовать у нее принципе есть три полировочная паста у сапфира можно использовать глосс можно использовать эмерал можно использовать pata deluxe принципе они все одинаковы по действию может быть чуть-чуть отличается в органолептике но значит нанесение полировочной пасты у нас с вами должна присутствовать особого рода технологии так называемая полировка для сажная полировка значит лучше всего это делается на кростах значит соответствующим образом так где у нас с вами нет какой-то динамической поверхности то есть поверхность должна быть статичной как пример вот тут у нас на муске обуви соответствующим образом поверхность должна быть чистое и сухая если речь идет об обуви как производится полировка то значит мы с вами должны нанести небольшое количество полировочной пасты на небольшой участок, соответствующим образом нашей обуви. Видите, очень небольшое количество пасты я наношу. Почему я это делаю руками? Ну, во-первых, это чувствительность, которая помогает в полировке. Во-вторых, это соответствующим образом у нас с вами тепло человеческое тело, которое у нас с вами слегка подрастворяет пасту, которая, в принципе, плавится у нас где-то при 36 градусов, и таким вот образом она у нас с вами становится более мягкой и пластичной. То есть, видите, я нанес очень и очень немного полировочной пасты, буквально вот исключительно на кончик. Следующим, значит, этапом мы с вами берем любую хлопковую салфетку, которая у нас с вами есть в пределах шаговой доступности, я вот какую-то вот старую взял тряпочку, которая у меня много дома валяется, она должна у каждого кожевника валяться, ну вот, и наматываю ее на два пальца указательные средние, то есть вот таким вот способом. Почему это делается на пальцы, почему это не делается ладонями? Объясняю. Значит, у нас с вами должны полировочные движения происходить по часовой стрелке очень и очень легкими движениями, то есть я подчеркну, я буквально едва касаюсь поверхности обуви и располировываю пасту, видите, по поверхности, создавая на поверхности, ну скажем, вот такой вот ярко выраженный глянцевый слой. То есть начинать полировку надо всегда с очень небольшого участка, то есть мы всегда накладываем пасту в одно и то же место, вот сюда, постепенно располировывая ее на большие, большие, большие участки. Обратите внимание, я едва касаюсь, то есть, собственно говоря, обуви полирую легкими, легкими, легкими движениями. И нужно чувствовать, как вот под пальцами у нас с вами паста становится вот такой вот гладкой-гладкой-гладкой, то есть появляется ощущение из шероховатости соответствующим образом в такую вот глянцевую поверхность. Далее я располировал в несколько минут пасту на небольшом участке и далее я беру буквально капельку воды и наношу ее вот сюда вот на обувь. Далее я снова сворачиваю тряпочку и также полирую эту капельку воды по поверхности обуви. Подчеркну, опять-таки у нас с вами полировочные движения должны производиться легко-легко-легко, то есть мы с вами должны создать на поверхности вот такой якобы как бы глянцевый слой, который у нас с вами создается нанесением чередования, то есть вот этого нанесения гуталина и чередованием нанесения капельки воды. Значит, для хорошего глиссажа, конечно, таких слоев у нас с вами должно создаваться, ну, по крайней мере, штук 20-30. Вот, поэтому у нас с вами глиссаж, который делается на обуви, это достаточно трудоемкое занятие, оно у нас с вами проделывается несколько часов. Видите, опять я наношу небольшое количество полировочной пасты, подчеркну, паста должна наноситься очень и очень постепенно в небольших количествах. Видите, я опять ее нанес вот сюда вот на кончик, тут очень небольшое количество. И далее я продолжаю ее располировывать. Кроме хлопковых салфеток, ну, наверное, то есть в данном конкретном случае, к сожалению, ничего не получится использовать, потому что более толстые салфетки, к примеру, из фетра, из шерсти, они нам пригодятся в другой технике, технике полировки кремами, а не пастами. Но именно в технике полировки пастами они бесполезны, потому что они снижают чувствительность. А нам нужно буквально полировать вот кончиками пальцев. Видите, я полирую, буквально вот я подушечками полирую. В основном среднего, но точно так же использую указательный палец. Еще раз подчеркну, видите, круговые движения, которые я провожу, и у нас с вами на поверхности потихонечку-полигонечку появляется ярко-видный глянцевый слой, который мы с вами еще больше усиливаем. Таким вот эффектом амальгама, если это так можно сказать, то есть мы с вами наносим все больше и больше и больше слоев, они становятся все глубже. Каким образом это все можно у нас с вами использовать на галантерейных изделиях? Спросите вы, ну, можно нанести 2-3 слоя вот этой вот полировочной пасты. Что интересно в использовании полировочной пасты, так это в ее способности подчеркивать особенно естественную фактуру кожи. То есть я очень люблю полировать красоты, тогда как мне нужен более глянцевый блеск, такой, к сожалению, яркий глянцевый блеск не всегда получается у нас с помощью, ну, простых полировочных кремов. Если использовать какие-то крема, ну, с добавлением какого-то глянцевателя, акрила, к примеру, или каких-то специальных глянцевателей, то у нас с вами поверхность может становиться, ну, некоторым образом неестественной. Вот, а мне бы все-таки хотелось добиться вот этого эффекта естественности, естественной поверхности, сохранить такую тепловатую органолептику красота. И поэтому там, где возможно, я всегда, конечно же, использую полировочные пасты или полировочные крема. Ну что, друзья, давайте я еще один слой нанесу. И еще раз подчеркну, видите, что я беру очень немного пасты, что у нас буквально, видите, вот такой вот небольшой кусочек, и ее буквально вот с копеечную монету я ее наношу на носок. И опять-таки продолжаю полировать только носок, постепенно увеличивая вот эту вот площадь, то есть, собственно говоря, полировки, но всегда начинаю только с носка. Друзья, это очень важный момент, что мы с вами, если хотим создать яркий глянцевый слой, то два важных момента. Полировка у нас должна происходить посредством полировочной пасты и воды, и легкими очень движениями, и паста всегда наносится в одно и то же место, и постепенно располировывается по всей площади. И это место, в котором у нас с вами будет наноситься паста, оно обычно самое, ну, такое вот глянцевое. Если мы с вами говорим о галантериальных изделиях, обычно это углы, это же я наношу с одного угла, а с другого угла, а к середине у меня такой вот снисходящий матин получается. Так, вот у нас с вами потихонечку-полихонечку идет процесс полировки. Ну что, до конца я не буду полировывать, в принципе, я надеюсь, вы поняли. Вот, давайте мы с вами рассмотрим другие виды паст, извините, не паст, а полировочных кремов. Значит, полировочная крема у нас с вами, это уже кремообразные составы в разной консистенции, вот они, конечно, у нас с вами дают не такой ярко выраженный глянцевый блеск, как паста, но полировочные крема у нас также создают эффект полированной кожи, они точно так же у нас с вами соответствующим образом придают нашему изделию благородный блеск, подчеркивают естественную фактуру и при этом сохраняют ее органолептику. Опять обратите внимание, видите, я наношу очень небольшое количество полировочной пасты, но тут я уже стараюсь ее распределить по поверхности кожи. Если у нас с вами есть щетка с мягким ворсом, мы с вами вполне возможно использовать щетку с мягким ворсом для того, чтобы располировать, точнее не распоролировать, а распределить равномерно пасту по поверхности обуви. В данном случае у нас с вами полировочная паста наносится ручным способом, но, собственно говоря, производитель рекомендует ее точно так же наносить специальными шлифовальными машинами, поскольку эта паста используется в основном для обувщиков. Полировочных паст достаточно большое количество, в данном случае мы с вами будем использовать полировочную пасту торговой марки Герба, но все те полировочные пасты, которые я рекомендовал в предыдущих уроках, точно так же подходят для полировки. Вот тут уже у нас с вами полировка производится не круговыми, а возвратно-поступательными движениями. И для полировки у нас с вами также можно использовать не только хлопковую салфетку, а также можно использовать, к примеру, войлок, которым очень неплохо полируется. Можно использовать искусственный фетр, можно использовать какие-то шерстяные салфетки. То есть вот тут у нас с вами крема имеют более жидкую и вязкую консистенцию, соответствующим образом они у нас с вами не требуют большой чувствительности, а требуют достаточно быстрых и интенсивных движений. То есть вот тут у нас с вами движения должны быть быстрыми и достаточно интенсивными. Видите, что у нас с вами получается. То есть естественная подчеркнутая фактура с сохранением тепловатой органолептики и соответствующим образом при этом появляется благородный матовый блеск, который я так люблю использовать на различных галантелейных изделиях. Ничего в этом сложного нет, но опять-таки подчеркну, что движения, хотя должна быть очень и очень быстрыми и интенсивными, но они также должны быть легкими. То есть ни в коем случае не пытайтесь давить на поверхность кожи, потому что это не приведет к никаким результатам, то есть у вас кожа просто не будет полироваться. Видите, какая у меня прелесть получается. Точно так же полировочную пасту мы с вами можем использовать для уреза. При полировке уреза технологии та же самая, наносим небольшое количество, желательно это делать у нас с вами соответствующим образом, руками, хотя полировочная паста, крема, извините, не так растворяется при температуре человеческого тела, но все равно, в принципе, есть некая чувствительность, которую мы с вами должны применять. Вот. Кто-то, ну мы с вами дойдем до урезов, значит урезы у нас с вами могут полироваться с помощью легкосплавных восков, вот, но в том числе и полировочная крема, также у нас с вами очень неплохо подходит для финишной полировки уреза. Почему это делается? Значит, потому что все полировочные пасты, которые выпускаются типа токанолы, вот, они у нас с вами в основном водорастворимые. И для того, чтобы у нас с вами после полировки защитить урез от негативного воздействия окружающей среды, на него нужно нанести какой-то либо водоотталкивающий состав. Ну, лучше всего будет некое восковое покрытие, ну, в данном случае вот такую полировочную пасту. Ну что, друзья, надеюсь, все вам было понятно и просто все вы сможете повторить. Носим и закончим. С уважением. С вами был Игорь Негода.